доброго времени суток дорогие друзья сегодня мы будем рассматривать очередной аналогов нет это такая пушка гонка фирмы локхит мартин вы еще не поняли что это такое но я сейчас вам расскажу вот собственно летит эта пушка гонка а вот она приземлилась мы прежде чем продолжить просмотр подпишитесь на мой канал жмите колокольчик не стесняйтесь ничего комментировать ваше мнение должны видеть конечно если вам не жалко копейку на пачку сигарет то это можно передать по номеру плюс 7 3 9 8 6 9 9 5 9 1 банк на ваш выбор естественно тем кто мне поможет желаю хороших заработков и огромное спасибо так что же это за пушка гонка для чего она придумана и почему от нее отказались сначала полюбуйтесь как она выглядит и вот это уже один из черных дроздов отдыхает в музее а вот посадка для начала сообщим что этой пушки гонки был специальный дозаправщик придворный дозаправщик кейси 135 да и топливо было необычное привередливо это была пушка гонка и вот снова и обращаюсь к википедии потому что топлива у этой пушки гонки называлась джейпи 7 сокращенно джей пропал от севан то есть реактивное топливо номер 7 единственный потребитель это та самая пушка гонка ср-71 вот обратите внимание что замерзала но при минус 30 но при этом зато закипала только при 300 градусах и вот температура воспламенения почему-то всего 60 правда вот чтобы зажечь это топливо то есть чтобы просто запустить двигатель и нужен был вот этот химикат под названием 3-этил баран почему баран потому что вот видите какая у него формула молекула этого реагента мило формулу c6 h15b то есть один атом бора 6 атомов углерода и 15 атомов водорода работать с таким химикатом было очень сложно потому что он спонтанно воспламеняется и вызывает ожоги и вот родственные соединения тетраэтил свинец где баран и 3 метил баран на талат в общем представьте себе только чтобы включить сжигание вам требовался специальный реагент что же был у нее за мотор точнее два мотора вот 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 у претон дуит не джей 58 пи 4 главная особенность этого мотора то что он из турбореактивного на определенной скорости около 3000 километров в час превращался в прямоточный двигатель то есть совмещал в себе считай два мотора в одном до прямоточный воздушно реактивный двигатель это конечно неплохо он используется на цирконе вот видите циркон взлетает и вот сейчас он тоже полетит за счет пврд он же используется на противовоздушной ракете метеор вот она в полете вот сейчас я запустят она летает почти два километра в секунду а это немало собственно говоря вот видите ее носитель рафаль был закуплен индии в основном потому что у него есть такая ракета вот схема то с этого про то на английском видите вот это он на нуле вот это скорость 0 5 маха ты 600 с чем-то километров в час это уже полтора маха вот здесь 2 и вот он собственно на максимальной скорости турбины уже не работают и он прямоточный и посмотрите вот каким он был тогда и каким сейчас и каким он стал на максимальной скорости а вот собственно и гонщики обратите внимание они в скафандрах стоят прямо пацан под самой этой пушкой гонкой а вот собственно приборная панель этой пушки гонки до не было так даже к дисплеев 60 лет назад и поэтому все приборы были такими а вот еще собственно говоря каких она достигла рекордов в 1976 году blackbird установил абсолютный рекорд скорости среди пилотируемых самолетов 3529 километров в час хотя по слухам это не максимум всего было зарегистрировано 4 действительных рекорда а все они относятся к скорости полета и один рекорд высоты на горизонтальном полете 25 929 метров то есть почти 26 километров но это кстати не предел но почему же это пушка гонка оказалась полной безделушкой ну во первых обратите внимание вот где вы видите здесь или здесь хоть одну ракету или бомбу правильно конечно они там везде везде синоним нигде потому что там их просто не было впрочем как мне сказал один инженер российского впк ср-71 в общем то и боевым то не был и правильно но у него была интересная задача его главным оружием были камеры вот только цифровых камер тогда еще не было да и не было возможности передать снимки прямо с места поэтому все что он нафоткал и заснял на видео можно было отсмотреть уже только на аэродроме поэтому конечно смысл терялся что ж этот самый ср-71 базируясь на аэродроме окинави на юге японии естественно совершал разведывательные облеты советского союза и китая вдоль границ разумеется хотя иногда и залетал на территорию если у китая и тогда не было какой-то хорошей техники чтобы его выставить то у советского союза она появилась знакомьтесь советская пушка-гонка миг-31 а вот и многоуважаемый западный партнер макдоналд дуглас f15 и вот и вот он воздухе скоростью него конечно немного поменьше но тоже чуть больше трех тысяч километров в час но при этом никак особого топлива он не требует летать на обычном керосине а заодно под крылом у него 8 ракет вот собственно он и выставил это чудо техники с территории советского союза с тех пор конечно это чудо техники летал и в других местах но границ советского союза уже не нарушала поэтому эффект заметно падал но главным поражающим элементом для всего этого проекта стало кое-что другое перед вами судостроительный завод electric boat division который строит апл для американского флота находится он штате коннектикут городе гротом и вот посмотрите вот я увеличиваю вот как работают разведспутники надо сказать это всего лишь карты гугла это конечно еще все замухорено это кастрированная гражданская версия а как видят спутники из космоса землю в реале в незамухоренном виде тогда можно разглядеть все что хочешь это здесь еще так себе вот две апл видны я только не пойму какого они проекта где они на строительстве или на ремонте ну а сами понимаете что разведспутники гораздо эффективнее и гораздо дешевле вот вам пожалуйста 3d изображение разведспутника сразу видно что он размером не более нескольких метров и летать он может годами а то и десятилетиями пока совсем не состарится и не улетит на орбиту захоронения вот еще один а вот вам несколько тысяч спутников старлинка они вроде как ретрансляторы но пардон они могут раз прекрасно иметь какую-нибудь оптику и в процессе полета что-нибудь фоткать и тут же передавать в родную америку в общем дешевизна и эффективность да и только поэтому оставшиеся эти бездевушки а их а их осталось ровно столько же сколько построено разъехались в родной америке разумеется где еще какое-то время в конце 80-х начале 90-х СР-71 еще послал на всяких полигонах для разных испытаний тем временем МИГ-31 продолжает службу до сегодняшнего дня и к нашему великому сожалению пока что наше его заменить ничем особо не может потому что его пока что просто нечем даже проектов нормальных нет а с производства он снят аж в прошлом веке точнее в 1995 году огромное спасибо всем зрителям которые меня смотрели если вам не жалко копейку хоть на пачку сигарет помогите пожалуйста и всем кто поможет хороших заработков так что вот так закончилась романтичная но абсолютно не романтичная судьба вот этого чудо-агрегата рожденного еще 60 лет назад и по сути дела ровно в отставку где-то в начале 90-х в конце 80-х всем мира скорейшего окончания военных конфликтов спасибо всем за просмотр ставьте лайки пишите комментарии ваше мнение должны видеть даже если оно не самое лучше до новых встреч и